Тайванская компания HTC в этом году решила изменить то, за что их девайсы всегда ценились и возносились выше других. Они сделали новый сенс. Меня зовут Дмитрий, это видео на сайте Ferrum.com. Давайте попытаемся разобраться, был ли этот ход конем оправданным. Первое, что бросается в глаза, экран блокировки. Никакого красивого кольца теперь нет. Теперь здесь просто часики и ряд кнопок. Для того, чтобы просто разблокировать смартфон, нужно либо потянуть часы стучкой вверх, либо вытащить из панели замочек. Далее, после разблокировки дисплея, нас встречает Blink Fit. Это то самое инновационное решение от HTC, которое на практике оказалось простой новостной лентой. Контент которой можно настраивать и выбирать интересующие вас ресурсы и темы. Сверху всегда будут часики и погодка, чтобы вы никогда никуда не опоздали и были готовы к климатическим переменам. К сожалению, под наш регион этот полет дизайнерской мысли не адаптирован, поэтому о новостях на украинском языке или хотя бы на русском можно забыть. Ну хоть Euronews и The Verge есть, и то хорошо. Несмотря на эту красоту, рабочие столы никто не отменял. К ним можно перейти, свайпнув Blink Fit влево. Самих рабочих столов может быть до пяти штук. Их можно настроить по собственному желанию или назначить любой из них домашним. В числе виджетов, кроме всяких контактов и ссылок, есть и самые фирменные часики с погодкой и куча стильных иконок для управления смартфоном. Внизу, как всегда, панели с пяти иконок, кнопка меню закреплена, а вот четыре остальных значка можно поменять по вкусу. Меню представляет собой вертикальный листаемый список установленных приложений, вверху которого несложно заметить вездесущие часики. Присутствует два варианта выбора сетки, 3х4 или 4х5. Более актуальной для такой диагонали варианта как 5х6 предусмотрено не было, зато можно выбрать тип сортировки. Панель уведомлений не нагружена ничем, кроме привычной кнопки настройки часов. Какие же эти тайванцы пунктуальные? Никакими иконками быстрого управления в панели уведомлений нас не побалуют, разве что энергосбережение можно включить. Из интересных настроек, помимо мрачных обоев, мне бросилась в глаза достаточно грамотная схема энергосбережения, в которой можно задать, к примеру, отключение сетевого соединения при потухшем экране. Или включить режим быстрого запуска, при котором смартфон вместо отключения будет уходить в гибернацию, или как ее еще называют, глубокий сон. А еще есть настройка мультитача, которой можно забанить жесты, требующие более двух касаний. Лично я не раскрыл ее глубокого смысла, как и не понял идеи получения нормального звучания только после включения режима Beats Audio. Звонилка сделана очень красиво по стилю, в то время как писалка сообщения достаточно привычная, а вот на галерее остановимся поподробнее. Сама галерея разбита по датам, что, прямо скажем, далеко не всегда удобно. Когда мы переходим в папку с фото, сделанными в определенный день, сверху начинается маленькое шоу под названием HTC Zoe. Но через пару секунд после слова вау, встает понятно, что это простое слайд-шоу, причем из всех фото подряд, удачных и провальных, рабочих и домашних. Да и музыка, которая при этом звучит, лично мне показалась отвратительной. Интерфейс камеры прост и удобен. Особенностью его я бы назвал быстрый доступ к эффектам, большинство которых явно будут в почете у хипстерской части современного общества. Помимо собственного ПО, я также бы отметил интегрирование в прошивку таких сервисов, как Эквуэзер и Дропбокс. Если Эквуэзер являются просто провайдером погоды, то пользователи Дропбокс будут явно воодушевлены подарком от HTC. Расширением памяти на 23 гигабайта сроком на 24 месяца с момента активации. Также не забыли тайванцы и про детишек. В HTC One строен детский игровой центр под названием Kid Mode, он же Zubies, в котором собраны разнообразные детские приложения, вроде рисовалки или развивающих игр. Родители, в свою очередь, могут посмотреть информацию об активности ребенка в приложении Parent Mode. Подведем итоги. Изменения мне понравились далеко не все. Интерфейс стал строгим, что вызывает ощущение солидности, но со временем эта строгость приедается и превращается в мрачность. Все те фишки, о которых нам рассказывали на презентациях, оказались крутыми только со слов самих рассказчиков, а на практике либо неэффективными и некрасивыми, как Зои, либо неадаптированными для всех регионов, как BlinkFeed. Таким образом, мы потеряли душу сенс, его красоту, а прироста функционала так и не получили. К тому же, новый интерфейс не вызывает никакой праздничной эйфории. Если радость от пузырька на лукскрине у Optimus G со временем проходит, то тут подобные ощущения даже ничем и не побуждаются. Единственное, что можно сказать точно, новая оболочка явно подходит этому смартфону. Так сказать, сдержанные внешне, сдержанные внутри. И уже эта гармония точно вызывает приятные ощущения. Хотите узнать больше подробностей об этом гаджете, обратите внимание на ссылки под этим видео, там есть много чего интересного. Это был видеообзор новой оболочки HTC Sense 5.0 на сайте Ferrum.com. Мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр. Пока!